Алик Брук Красный в энциклопедии Русской Америки. Алик, этапы вашей биографии, год рождения, день рождения, ну и самые значимые события, которые бы вы хотели оставить в энциклопедии Русской Америки. Родился в 1958 году в Москве, в центре города, в известном роддоме. И жил в Москве около 30 лет, 29 лет. Я учился в Московском технологическом институте. Этот институт тогда был Министерством бытового обслуживания. Теперь это большая академия, как всё сегодня в России, как все высшие учебные заведения, сегодня это академия. Чего именно, я не помню. Сельхознаук? Ну, что-то такое, что-то такое, да. Академия, по-моему, какого-то гостиничного обслуживания. Что-то такое, что не имеет отношения к тому, чему я учился когда-то. В результате я оказался в возрасте 24 лет начальником службы ремонта бытовой техники Солнечногорского района Московской области. Работало на этом предприятии порядка 60 человек. Все они были в два раза и в три раза старше, чем я. И это была первая такая интересная школа работы с большим количеством людей. Я, конечно, никогда не мог себе представить, что я буду работать с гораздо большим количеством людей в Америке. Но в России это была первая работа, в Советском Союзе. А затем всякие разные вещи, кооперативы и так далее. В 89-м году наконец удалось уехать. Я говорю «наконец», потому что мне всегда казалось, что Америка – это страна, в которой я хотел бы жить. Но в 70-х годах страшно было подавать на отъезд. Страшно было. У меня был дядя большим или небольшим начальником. В общем, было страшновато. И подали мы тогда, когда уже Горбачев пришел к власти, когда уже было легче уехать. В 89-м году, в начале года уехали. Уехали, прожили порядка года в Италии. Неплохой был год, очень приятный. Я даже в Италии работал рыбаком. Таскал сети по утрам, а по вечерам круглый стол. Это была итальянская деревушка, которая называется Тарвояника, возле Рима. Круглый стол, хорошая еда, замечательные люди. Все было очень здорово. Год был одним из самых лучших в моей жизни. Примерно сколько миллилир вы получали как зарплату? 4-4,5. 4,5 в час. Я был просто богатым человеком по сравнению с Советским Союзом. И мой лендлорд, хозяин моей квартиры, который стал моим близким приятелем, он и жена просто плакали, когда я ехал в Америку. Они говорили, у тебя здесь есть работа, практически семья, друзья. Куда ты едешь вообще? В общем, Италия была интересное очень место, и по-прежнему очень приятно туда возвращаться, как нам всем, конечно. И затем я оказался в Америке. В Америке я оказался в конце 89-го года. Работал, поменял очень много разных работ. Каждый из нас. Я, скажем, был доставщиком цветов в магазине, в районе, который называется Бейридж. Когда я у хозяйки магазина в 2007 году появился в качестве ассемблемена, ее чуть удар не хватило. Алекс! Сказал, да, это я. Так получилось. О, я очень рад. Очень интересная, симпатичная пожилая итальянка. И это была одна из первых моих работ. И, в общем, дослужился я до аккаунтента в компании, которая занималась перевозкой всяких там топливных материалов. А затем решил сделать что-то свое. И произошло это, потому что мне показалось, я должен был подготовить первый день рождения для моей дочки, Ребекки. Это было в 85-м, в 95-м году. И я стал искать место, где можно провести день рождения для дочки. В русском ресторане нам не хотелось. И оказалось, что такая штуковина в дефиците в Нью-Йорке. Поняв, что в Нью-Йорке что-то есть в дефиците, я решил создать бизнес. И мне удалось найти инвесторов в качестве моих друзей детства. Кто еще, так сказать, под руку попался с деньгами? Это люди, которые были в Америке на 10 лет больше, чем я по времени. И мы построили фонораму, развлекательный центр для детей на углу Непчун-Авеню и Уэст-6. Те, кто немножко знаком с Бруклином, знают, что теперь это NetCost Market. И мне это очень приятно, потому что там замечательные, хорошие люди работают. И мне приятно, что они перехватили инициативу от нас. Но бизнес этот был очень интересный, очень тяжелый, но очень интересный. В результате в 97-м году журналом, всеамериканским журналом Leisure and Entertainment я был признан предпринимателем года. Причем среди людей, которые... Сегодня я их знаю гораздо лучше, как Assemblman, люди, которые возглавляют большие компании, занимающиеся индустрией развлечений. И мне сегодня абсолютно непонятно, как я мог быть выбран, так сказать, перед ними. Я совершенно не представляю. Я думаю, что это произошло, потому что группа людей, редакционный совет этого журнала, они приехали в фонораму, и им показалось очень странным, что человек, который находится в стране 7 лет, сумел построить что-то такое, чего в Америке нет в большом количестве. Потому что там был ресторан, и развлечения разные для детей, и разные другие игры. В общем, это было совмещено в одном помещении, относительно небольшом. Ну, в общем, первый раз. И оказалось, что цифры работы моего бизнеса оказались лучше, чем, например, цифры работы компании Dave & Busters, которая сегодня, как вы, наверное, Геннадий, знаете, представлена в 56 странах мира. Это громадная компания. Но тогда, в 97-м году оказалось, что вот я предприниматель года, они оказались на втором месте. В общем, такое было. То, что я стал политиком в какой-то мере, в большой мере, в общем, оказалось зависимым от того факта, что я построил фонораму вместе со своими партнёрами, конечно. Фонорама – это был одновременный развлекательный центр и общинный центр. Туда начали приходить люди, не только русскоязычные, люди из разных других общин. И постепенно я оброс связями в том, что называется «local community», то есть община, так сказать, в более общем смысле этого слова. Среди местных, говоря по-простому. Среди местных, совершенно верно, да, да. Среди аборигенов. И оказалось, что это место и политикам локальным очень нравится. Ну, фотографироваться с детьми, в общем, дело такое привычное для политиков. И это было место, которое оказалось притягательным для местных политиков. Хауэрд Лашер, член Горсовета, Джулс Поланецкий, который сейчас, кстати, занимает место Privacy Executive Officer, America Online. Тогда он был вот как раз в моём дистрикте членом ассамблеи. И в результате я стал сначала членом комьюнити-борд, это что-то типа райсовета, а потом казначеем этого комьюнити-борд. Там денег много не было, но оказалось, что люди местные вдруг доверили русскоязычному казну райсовета. И для многих это был факт неожиданный, потому что мы говорим о годе 1998, когда вообще многие местные люди, которые здесь родились, не представляли, что в Америке, в Нью-Йорке в частности, существует такое количество русскоязычных вообще. А тогда оказалось очень интересно работать с людьми, помогать им, помогать в разных вещах, больших, маленьких. В общем, оказалось, что мне это в какой-то мере даже интереснее, чем делать деньги. Странная такая история со мной случилась. И в результате в 2000 году я баллотировался первый раз по совету Хаварда Лашера, царство ему небесное, он уже ушёл от нас, члена горсовета в то время. И Джулс Паванецкий мне тогда помогал, но он уже был Commissioner of Consumer Affairs под Джулиани. И в 2000 году я баллотировался при поддержке большого количества американцев, коренных, и затем уже русскоязычных, которые в то время, в общем, не очень легко воспринимали, даже мои друзья, тот факт, что я вдруг решил баллотироваться. В основном все крутили пальцем у виска. Это был 2000 год, тогда русскоязычные американцы вообще не представляли себе, что такое политика. Интересно, что в той гонке 2000 года я собрал 4,5 тысячи подписей, а инкамбента Делл Коин собрала 2 тысячи. И, в общем, речь шла о том, что я, похоже, у неё выигрываю. И в то время бруклинский эстаблишмент Демократической партии Бруклина решил, что рановато мне выигрывать в инкамбент, и меня сместили с бюллетеня. Это тоже было очень интересно, и для человека, приехавшего из страны Советов, было совершенно неожиданно. В течение трёх дней, три дня продолжался судебный процесс, и в результате чего судья вызвал меня к себе в чембер, в его комнату, и сказал, Такова реальность. Я сказал, you are, you know where I came from? Откуда я приехал вообще? Что вы мне говорите? Он говорит, well, you might idealizing some things. И в тот момент, когда я вышел оттуда, я уже понял, что в силу, так сказать, некоторых сторон моего характера, я у бруклинского эстаблишмента выигрывал. В 2001 году я баллотировался снова, я проиграл, но я уже получил эндорсмент газеты New York Times, что, в общем, дело серьёзное. Поддержку газеты. Поддержку газеты New York Times, но проиграл. Проиграл, и было неприятно, но я понял, что я к этому вернусь, но думал, что надо вернуться уже каким-то другим способом, не просто, так сказать, воюя напрямую с витринными мельницами. И в 2001 году я получил приглашение моих друзей Феликс, Фрэнкель, Сэм Кислин, Тимур Сапир, люди известные в нашей общине. Они пригласили меня работать в качестве исполнительного директора Каджека, организации, которая не существовала ещё вообще. И мы, в общем, в течение нескольких лет создали довольно большую организацию. Олег, в 2006 году вы, наконец, выигрываете от 46-го избирательного органа место в ассамблее штата New York. Итак, вы ассамблемент. У нас не так много времени сейчас остаётся. Как вас встретили американские политики первого русского, который на таком уровне победил? Геннадий, я недаром упомянул Каджека, потому что в результате создания Каджека, а затем деятельности Каджека, я познакомился уже в работе с политиками на самых разных уровнях. С такими, как когрессмен Джерри Надлер, когрессмен Антони Винар, людьми… Гиффорд Миллер был когда-то спикером горсовета Нью-Йоркского. То есть, люди узнали меня с рабочей стороны. И Джерри Надлер был тем человеком, который предложил мне баллотироваться в 2005 году. Но произошло это именно потому, что я уже знал их, людей, с которыми мне предстояло работать в качестве ассамблы. Основные трудности, с которыми вы столкнулись в Волбане, столице штата Нью-Йорк? Ну, прежде всего, я, в общем, должен был как-то поменять и свой менталитет тоже, потому что деятельность политическая, она отличается абсолютно от всех других. То есть, я упомянул о том, что я был и руководителем бизнеса, и был руководителем большой неприбыльной организации, но политика – это нечто другое. Неприбыльная нон-профит, понимаете? Нон-профит, да. Политика – это что-то такое, что отличается в корне абсолютно от всего остального. И мне нужно было поменять многое в моем собственном менталитете. Во-первых, это место, на котором один человек отвечает за 127 тысяч человек. И это накладывает определенный отпечаток и на жизнь человека, и на его деятельность, и на его понимание окружающих и окружающей среды. Это совершенно абсолютно нечто другое. Сейчас вы считаете, это был правильный ваш выбор стать политиком в Соединенных Штатах Америки? Геннадий, я думаю, что нет нормального, адекватного человека, который считает, что он всегда в своей жизни сделал в любой момент правильный выбор. Я не знаю. Я не знаю. Надеюсь, что это так. Вы довольны сегодняшним положением? Ваше состояние духа? Мне интересно. Для меня очень важно, чтобы то, чем я занимаюсь, было мне интересно. И то, чем я занимаюсь сегодня, мне очень интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»